Сегодня у нас 5 октября 2014 года. Это город Барнов, Ползунов, 6 мы находимся. Сейчас после богослужения братья и сестры наши зайдут. Так у нас выглядит трапезно, где мы собираемся. Столы трапезничаем, духовные занятия проводятся, послава Божьим. Показывает у нас 15 минут, 5 минут 10. Кругом Слово Божие, показывает любовь к Слову Божьему, к Священному Писанию. Это труды Игначит Игначит Игнатьевича Лаптон, открытая рука. Вот ребятишки заносят скамейку, чтобы ноги могли сесть. Они радостные. Христос воскрес! Воистин воскрес! Воистин воскрес! Еще пять-то будет? Двадцать пяти? Да. Растем, да? Я уже остановился. Остановился? Давно? Сколько времени уже остановился? Ну, вот три-четыре. Двадцать четыре? Да ну уж, сразу он вниз. И что? Это точно. И 969 лет оказалось тоже. Краткий митинг между прошлым и будущим. Представь, даже невозможно. Почти тысяча лет. Почти тысяча лет. Почти тысяча лет. Почти тысяча лет. И вся исполняет сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селися вны, и очистены от всяких скверны. И спаси, блажа души наша. Милосердный Создатель, наш любящий Отец Небесный, мы просим Твое благословение на это собрание. Прибуди с нами, приготовь наши храмы телесные, которых Ты обещал вселиться, чтобы мы дали место Духу Твоему Святому. Благослови брата Акима в пути, и путь его устрой по воле Твоей Святой, не по прихоти человеческой. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья, разрешите мне побыть несколько минут тираном. Разрешаете, да? Ну хорошо. Вот тиран по благословению, да? А тиран почему? Потому что на занятия не остаетесь? Не остаетесь. Убежите вот все. А я хочу, чтобы хоть коротко, но провести это занятие. Занятие по Святому Слову. Когда с интересом, с желанием читаешь Слово Божие, то и испытываешь удовлетворение. И по словам святых, Слово тогда становится Слово Божие, Святое Писание становится слаще меда. Только в этом случае. Вот читая сегодняшнее евангельское чтение, Лука 5 глава с 1 по 11 стих. Я позволю себе еще раз прочитать. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и всех учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарища, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого голова рыб ими пойманы. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших с товарищами Симону, сказал Симону, Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека. И вытащи гови лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Казалось бы, что тут толковать? Все понятно, предельно, просто. Но я читаю Феофилакта Болгарского, и для себя, вот прочитан мне один раз уже отрывки Священного Писания, нахожу интересные мысли, которыми хочу поделиться с вами. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генистарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя одну лодку, которая была Симоном, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его всех бывших с ним от этого лова рыб или пойманных, также Иакова и сыновей Заледеевых, бывших с товарищами Симону. Когда народ теснил его около него, он восходил на корабль, чтобы с корабля учить стоящих на берегу моря, так что все находились перед лицом его. И никто не ушел за спину. А за то, что он учил с корабля, он не оставил владетеля его без награды. Он даже вдвойне его облагодетельствовал, одарил его множеством рыб и сделал его учеником своим. Подивись в смотрении Господа, как он каждого привлекает через свойственное и сродное ему средство. Например, волхов посредством звезды, а рыбари посредством рыб. Заметь и кротость Христа, как он умоляет Петра отплыть от земли, ибо просил, разумея, вместо умолял. И то, как благопокорен был Петр, благопокорен. Человека, которого не видал, он принял на свой корабль и во всем ему повинуется. Когда сей сказал ему, чтобы он отплыл на глубину, тот не отяготился, не сказал, всю ночь я трудился и ничего я не приобрел. И тебя ли теперь послушаю и вдамся в новые труды? Ничего такого он не сказал, но, напротив, по слову-то ему закину сеть. Так Петр был тепл в вере и прежде веры. Зато и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, а знаками пригласил и соучастников, то есть общников, бывших на другом корабле. Знаками пригласил их потому, что пораженный необычайной ловлей не мог говорить. Далее Петр в глубоком благоговении просит Иисуса сойти с корабля, говоря себе, что он грешник и недостоин быть вместе с ним. Если хочешь, понимай это и в переносном смысле. В корабле есть синагога иудейская. Петр представляет образ учителей закона. Учители, бывшие до Христа, всю ночь трудились, ибо время до пришествия Христа – ночь, и ничего не достигли. А когда пришел Христос и настал день, Римлян 13, 12, то апостолы, поставленные на место закона учителей, по слову, то есть по заповеди его, закидывают в сеть Евангелия и уловляют множество людей. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри, учителей церквей всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить учителей. Обратим внимание на выражение «закинули сеть», ибо в Евангелии есть сеть, имеющая изложение речи смиренное, простое и приближенное к простоте слушателей. Поэтому и говорится, что оно закинуто. Если же кто скажет, что через закидывание сети означает глубина мысли, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего, «Вот я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья искал». Иеремия 16, 16. Рыборями назвал он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. Вот такое толкование феофилакта болгарского на этот отрывок священного писания. Не знаю, как вы, но вот это сравнение с ветхозаветной и новозаветной церковью, евангельская проповедь, как должно быть, а как есть на самом деле, мы давно знаем и слышали это неоднократно, и должны только сожалеть о том, что где не так совершается. На всяком случае, мы стараемся это делать так, как написано, как по Слову Божию. Вот я закончу свое тиранство над вами. Если есть у вас желание, я думаю, что оно должно быть, оставайтесь на занятии после собрания, после трапезы, занятия по Слову Священного Писания. Значит, Татьяны Кузьминичной нет у нас, и я хочу сказать, что она болеет, известно вам, что она вторую неделю, две недели уже болеет, поэтому вместо нее тут Нина Александровна писала записку о болящих. Пожалуй, мы всех вспомнили, кто у нас болеет. Без присмотра у нас никого нету, без болящих, кто нуждается помощи, внимания нашим. Еще замечание такое. Вот подходит сегодня перед службой. Вот Оля Соклакова уехала, она просила, тяжело больная у нее тетя, и она просила помолиться о своей тете. Репина. Репина, да. Репина. Репина, да, Репина. Мы эту тетю Репиной, Олей, не знаем, кто она такая, что вот мы как бы, я не знаю, как к этому относиться, мы уже говорили. Мы молимся о тех, которых мы знаем. Мы о себе-то плохо молимся. Вы вчера, кто был на службе, мы знаем, что такое молитва, как она совершается, как она должна совершаться. О себе-то плохо молимся. Себя не слышим в молитве своей. А то вот пришла, Мария Яковлевна попросила за Олю. Она позвонила мне из Тюмени. Которую попросила свою тетю Раису из Тюмени. Вот она в Тюмени. Вот поэтому надо помолиться о ней. Ну, у кого есть расположение, воздохните Раисе, чтобы Господь привел ее на путь истины, чтобы она не ушла из этой жизни без покаяния. Она и пача о своих, о ближних говорится, что мы должны молиться. А так мы о всем мире можем молиться и должны молиться, чтобы Господь, да, он и так до всего мира принес свою жертву великую, бескровную, то есть кровавую жертву. И бескровную мы теперь эту жертву имеем всегда во время богослужения, во время литургии. Ну вот, да. Слушайте, я объявление не потяну. Дело в том, что нам нужны работники в музее. Ищем дворника. График 5.2. Убирать во дворе. Оформление официальное. Ну, весь тот пакет, оплата больничного, отпуск 28 календарей. Зарплата 9 тысяч. Потом нам нужен вахтер. Ну, это просто вот сидеть на вахте, ключи выдавать сотрудникам. Ну, там сурти через трое. Это пока у нас идет по договору. Ну, с нового года, скорее всего, это будет штатное расписание введено и тоже будет оформление, весь соцпакет. И нам нужна уборщица. Полдня работать. Убирать экспозиционные залы. Ну, тоже весь соцпакет. Отпуск 35 календарей. Если кого-то заинтересовало, то зарплата какая у вас будет? Уборщица минималка. Пять пятьсот. А вахтер сколько получает? Вахтер тоже будет пять пятьсот. Вот, но там надо только вот сидеть на вахте и выдавать ключи сотрудникам. Ночевать там. То есть ночевать можно там ночью спать. Да, просто закрыться изнутри музея. Сур тет через трое. Гендерных предпочтений нет. Что случилось? Да. Спасибо, что за молитву замолился обо мне. И я сильно болела. Слава Христу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я тоже благодарю за молитву. Возможно, завтра сына моего выпишут из больницы. Я у него был на днях. Совершенно нормальный ребенок. Адекватный, да? Адекватный. Читает Евангелие, задает вопросы. Значит, и еще несколько минут я задержу ваше внимание. Значит, в продолжение темы о Евангельской сети. Мы молимся о месте для занятий. И такое место предоставляет Ольга Ворова. Это в библиотеке. Вот здесь вот прям пять минут ходьбы отсюда. Очень удобно. Игнать Тихоновичу будет ходить на эти занятия и проводить эти занятия, как мы это делали когда-то в политическом университете. Там единственное, нужно сделать уборку. И место хорошее, теплое, уютное. И еще, значит, один момент. У нее, у Ольги Воровой, кто не знает, это администратор нашего форума. Православного форума Игнатия Лапкина. Она очень много потрудилась в свое время на этом форуме. Да и сейчас, я думаю, трудится. У нее возникла идея книги Игнатия Тихоновича сделать вот эту библиотеку. Это библиотека материальная, вещественная. То есть можно купить, взять. Сейчас книги продаются через интернет в электронном виде. Их очень удобно. Они быстрее распространяются, чем делать вот это материально через почту. Это делается в течение 15 секунд с помощью вот такой вот устройства iPhone. Мобильный интернет сейчас. Он есть у каждого школьника. Единственное неудобство, что наши файлы выставлены в формате PDF. То есть это фотография вот такая большая, фотография книги. И чтобы ее прочитать на таком телефоне, мне нужно, например, вот я вижу, вот возвожу очи к горам. Я это вижу. Теперь дальше мне нужно, раз, помощь моя от Господа. И вот так вот по всей фотографии мне нужно двигать экран. То есть мышку. Значит, Ольга перевела эти все файлы в формат, когда вот я раз, и я вижу, короче, всю. То есть она автоматически поджимает весь текст на весь экран. То есть просто нужно эти файлы на нашем сайте выставить. Помолитесь тоже об этом. И студент. И еще глобальная задача. То есть она просила найти программиста, который бы мог сделать электронную библиотеку, чтобы все вот эти вот книги, которые вот на сайте у нас выставлены, там как вопрос-ответ, чтобы вот это можно было сделать с помощью, вот студенты могли вот эти вопросы-ответы читать вот в этих вот коробочках. Сейчас планшеты, айфоны, все, просто нужно это все переформатировать. Когда-то это вот Леша Загуляев, ой, Леша, Саша Загуляев сделал, у нас где-то это лежало, потом Игорь Добунов поднял бучу и говорит, да все нормально, да что там, да ненормально, неудобно. Мне вот хочется там на телефоне почитать, но неудобно. Какой формат перевели? Не знаю. Если формат, который будет редактироваться, это опасно, будет менять тексты, будет менять смысл. Поэтому надо делать именно в формате PDF, чтобы не могли изменить текстовку. Колос подал. Ты знаешь, чем это грозит тебе? Ты обязательно побежишь к нему, к Ольге в гору и пойдешь. С такими знаниями человек... Он совсем наказуется. Раз подал идею, доведите до конца. Мне жалобы идут через интернет. Книги не считаемые, не могут открыть. Просят выслать. Из-за рубежа отовсюду. Меня завалили треклами. В одном и том же. Этим делом занимается Игорь как бы Третьяков. Ничего не движется, на одном месте стоит. Уже несколько лет об этом трясут. Мы упустили не два, не три человека, а миллионы. Но Игорь не специалист в этом плане. Алексей Викторович, знакомься поближе с Сергеем Павловичем. А мы тут с Ольгой. Все вопросы, пожелания. Ну и естественно, уже плавно перешли к тому, что слово передается Игорь Тихоновичу, потому что мы давно хотели видеть его и слышать здесь. Нет больше радости, слышать, что дети ходят в истине. Так говорит апостол. Вы всегда были с нами, мы с вами не расставались и с кем. Но приезжаем, некоторых нет. В прошлый раз точно так же было. Мы возвращаемся с Дальнего Востока. И сообщаем, сестры одной нету. Она ушла и очень далеко. Вы знаете, Тамара из Клочков, Тамара Дмитриевна, она отошла, Познякова, вещь сейчас. Отошла по-христиански, по-христиански похоронили, страдала, большая сложная операция, отняли ногу, ну и прочее. Нынче приезжает другая причина. Написано, об умершем плащ 7 дней, а о падшем всю жизнь. Люди, которые столь дороги были, близкие, не прощаясь. Как только подолом махнула и ушла одна, вторая Галина, Кубайкина и Силина. Одна в Андреевске теперь ходит, а другая вроде Дмитрия Ростовского здесь. Я вот на эту тему немножко хотел сказать. Причины какие? Вот сейчас передавали по молитве Репина Ольге. Она уходила, а потом пришла. Я одумалась и заплакала, стоит в дверях, примите меня, я хожу там в храмах, ничего не понимаю. Но это и так правильно. Ну, приняли. Человек-то хороший. Ходила на занятия. Проходит короткое время, ну год не прошел, она опять ушла. Причина какая? Причина никогда не придумаешь ни один психолог. Даже Фредд не додумается. Из-за гизбинга. А вот какое дело. У меня дома там муж, сын вернулся там за убийство, кажется, сидел. Какая дома обстановка? Как в аду живу. А сюда я приду, как рай. Вот этот перепад температур меня так расстраивает. Я своими словами передаю. А когда хожу в храме Московской Патриархии, я как из ада в ад перехожу, с одной печи в другую. Я прихожу домой, и мне все хорошо. Поэтому вот этот перепад, сумасшедший, не сумасшедший, даже сатана этого не говорит. Ну ты видишь, что там, откуда ты идешь тогда. Ты там рай сделай. Мы же не говорим Московской Патриархии, а там без благодатности и прочее. Мы говорим, работать надо. Это целая тема. Уходит Галина Кубайкина. Ведь половина книг под редакцией, вот, Галины Геннадьевны, а половина-то Галины Ивановны и Новый Завет. Человек крайне нужный. Я сегодня открыл, когда мы записывали, кто как пришел ко Христу. Вот здесь записывали. А она решила записывать дома, до два раза. Ходил Сергей Пупков, записал ее, Галина Кубайкина, как она пришла, как она узнала про объявление, как она обратилась. И вот 15-й том, у нее самое большое свидетельство было. И дневники, и все. У нее писательский талант, прям настоящий, как у Марины. Вдруг раз, ушла. Ну пришла бы, хотя бы сказала, ты нашла лучшее. Ну почему ты друзей-то бросила к лучшему-то? Выскажи, что они, ладно, в общем. Почему ты решила, что в Андреевском лучше? А в Андреевском-то была как раз Ольга Милославская, которая судилась с ними за их подлость. Когда она работала, продавала там иконы, книги, ее вышрунул там священник Елисеев, там Старков был. И судились, она все три процесса выиграла. Они такую подлость гнали. Я после встретился с судьей, с женой деда Нины Васильевны. Она говорит, а я сразу поняла, они лгут. У нас был Вася Плотников, куда пошел Георгий Титову? А он юрист. Хороший священник, хороший. Но юрист в епархии его сразу запрягли. Наши интересы будешь защищать. Наши интересы, не Христовы. И он когда вышел, и дает свидетельские показания, что она не работала. А у нее идут, которые в больнице, она при больнице там, в файе, где раздевалка-то. Все доказывают, она работала, за книги отвечала. То есть работал, он вышел, говорит, она не работала. Когда вышел в коридоре, я говорю, да вы же знаете, что работала, знаю. А как же вы, судье, Ваша честь, она не работала. Она работала, да, работала. А что мы должны делать, если она в суд подала? Я так и попятился. Да что рога торчат, и хвост, и копыта. И пойти туда. Притом я говорю, что священник хороший. Они отошли от московской патриархии, не из-за этого они хорошие. Они не приняли устав новый патриархийный, который уничтожает всякую инициативу. Все отдает под тоталитарный режим епископа. Вася туда свалился. Зачем? Там не знает даже. По сегодняшний день баба плачет, просит. Мы в деревне вели занятия. Ну и рядом компьютер. Это ноутбук. Поисковик, он сразу сидит. И один день он засчитывал. Баба там умилилась. Он как снова пришел защитить за бороды. Один сантиметр от свих. Мы это все записали. Он идет на контакт. Он хороший, но безвольный, аморфный. Вася, а дальше что будет? Она же растет. Это же борода. Но я опять подправлю. На сколько? На сантиметр. На сантиметр. Мы принесли линейку, замерили. Вася, Сергей, Володя. Он сидит, как вот, понимаете, вот бывает человек, когда под каким-то гипнозом сидит. Он как-то говорит и слова, и движения такие ломаные. Что с тобой, Вася? Бросить. Все. Где ты крещен, где исповедовался. Притом он у меня оставался один. За квартиру не платил. Питание бесплатное. Ходить пешком, а он же за него платит дядя. Институт рядом, университет. Все. Врагов в общине нету. Его все любят. Ни слова не говоря. Остался один у меня. Один. Ключи отдал, уехал. И вдруг уходит. Почему? Борода. Вася, не борода. Я тебе высказал, какие причины. Причина очень сложная. Я нигде просто просчитываю, как ты. Иностранный студент из Греции. Органы власти держат все это на контроле. Вы не думайте, что Ленин на 30 ФСБ, КГБ, они спят. Они работают. У них свет горит день и ночь. Их называют компетентные люди. Компетентные органы. И все иностранцы, они на учете. Ты же приехал в университет заканчивать не там, а здесь. Медицина все-таки в России что-то значит. А в это время отца Георгия кто-то там ходил. Убили человека, корейца. Эти скинхеды. Кожаные головы. И его там начали таскать. Нужно все узнать. Я говорю, тебя подсадывал как утка и все. Иначе ты вылетишь оттуда с университета. Он голову опустил. Я нигде не слышал этого. Я просто просчитываю варианты. Кто ты такой, какие органы, что у отца Георгия было. Он замолв. Не в бороде дело-то. А борода это уже женщина. Это блудодейная ересь. Блудодейная. Другого названия и нет. Блуд. Да вот никак нет. Но рассуждения у него были правильные. Баба говорит, да женись ты, чтобы не грешить-то. Баба, да эти антихристы рядом приходят. Что же я буду жениться-то? Ну. Он говорит, только ты не греши тогда. А сегодня это все, это разные Малышевы, что они проповедуют-то. Официально. По радио везде. Что самое счастливое, это когда анонизмом занимаются. Это никакого вреда здоровью нету, ни греха, ничего нету. Против нее все поднялись. В интернете везде передает это. Это даже не знаю. Единственное лекарство, это ехать к мусульманам и сказать, помогите. Посоветуйте, побеседуйте. А теперь осталась щетинка вот такая вот у Васи. Все. Васи, я тебе и говорил. Все так и случилось. Ну чем было у Саши Дмухи? Чем начиналось, чем закончилось? Любой, кто уходил. Вот она ушла. Кто имеет возможность позвонить Галине Иване Кубай? Она написала на батюшку страницы 4. Она пространна. Но без нее я не буду даже разбирать. Что разбирать-то? Ты живая здесь? Чего ты закулисно? Ты как волков с шинкой играли. Приди. Выскажи все. Благодарность и прочее. Даже Муравлев пришел, поблагодарил прежде, чем уйти. Ушел в мир. Дети неверующие теперь, полностью неверующие. Жена неизвестная где. Вот как. Ну приди. У ней была крестная Галина Ивановна. Тоже сидела недовольно, снимают, недовольно снимают. И искали причину. Вчера сходил Татьяне Кузьминиши, все узнал. Какая причина-то у ней? А какая причина? Никакой нету. А я вот когда хочу причащаться в среду, а в среду у батюшки нет. А чего ты вдруг в среду, а когда батюшка приедет-то? Ну это совершенно надуманная причина. Да представь, вот эта семейственность, вот этот уют. Когда больше половины службы на русском языке, все библейское считается у нас. Идут занятия, там ничего нету. Дмитриевский батюшка говорит, я службу стоял, две трети службы, и вообще не мог понять, что там. Гулка идет, дьякона ревет. Не могу понять. Священник 35 лет наизусть, знающий богослужение, и не могу понять, где что считают. И он все это высказал епископу Сергию Ивану Ефру. Батюшка. Я пойду туда с Галиной Ивановной поговорить. Она очень добрый человек, она так помогала везде. Это сатана. Ответа никакого нет. А зачем это сатане нужно? А спросите, зачем, когда он пал с неба, зачем он соблазняет людей? Зачем его с Адамом соблазнил? Чтобы ни одному быть. Ни одному. Когда Саша Муха ушел, я об одном жалею, что через меня, племянница, пришла вот эта Алена Шевко, теперь. И она здесь выдернула, ее нету. Ушла в такой просто похабной наглости, похабной. Из суда выходит, она отломила руку, говорит, вот вам. Это вообразить даже нельзя. Заступники, проглотите это. Вы любите заступать, у сатаны много адвокатов. Это адвокат, с обратной стороны, это адвокат. Передайте им наше пожелание, чтобы они пришли, просились по-человечески. Мы кое-что здесь не договариваем, а надо давно говорить. Так, ничего. Я маленько вернусь сюда. Сегодня я вижу, читает, вот послание Павла, выходит с листиками. Ну, давайте вообразим. В храме Покровском кто-то выходит, выносит листики и начинает читать. Или человек выходит, выходит с книгой, это святая Библия. Все, одинаково? Двину лет, конечно. А с чего это? Давно ли это вы завели здесь? Без меня это все? Я не был 4 месяца, одну неделю. Прихожу, уже новинка. Я говорил, если община сохранится, если Богу она нужна, а нет, он пусть ее развеет, чтобы праха не было от этой общины, то ничего не меняйте без совета. Вы приглядывайте, что вокруг где есть. Эта Библия специально по заказу нам сделана, нам. Лежит только Евангелие. Это Библия. Вот она какая, посмотри. Красота-то какая. Уже не расстегнешь, значит, редко открывает. Вот она. Покряншая, издание. Библия. Вот даже покажу сейчас. По благословению Святейшего Патриарха Московской Всеруси Алексея II. Вот эту Библию, чтобы заковать такие обложки, это был спецзаказ сделан. Так. Поясните, кто выходил сегодня с листиками. Откуда это у вас? Когда читали послание, читали Евангелие, выходят с листиками. Это моя инициатива, виноват. Как-то виноват. Да то нигде нету. Я повторяю, нигде нет этого. Я признаю, что виноват. Ну и вот исправлюсь. Значит, вернуть. Кто это выходил, отдельно проведи беседу. Как легко так поддались на твою инициативу. Ты ее прояви в другом инициативу. А это проще всего. У нас нет возможности проверить, правильно ли они читали. И отношение к этому другое. Вот выходит, вы знаете, вот она. Выходит дьякон. Дальше открывает ее, но только по порядку, к народу и считает. Ну, бывает и споткнется. Все бывает. Но на витихе я даже вообще не знаю. Но я знаю, что считали правильно. Потому что я знаю. Он считает и... Ну, считает. Сегодня скопировать можно. И златоуста по книге надо. Вот у нас Виктор Николаевич, он сидит. У меня 12 томов. Римского издания. Из США я привез. И он берет один из томов. Толстый, зеленый. Ее история таковая. Я познакомился при Синоде был когда. Там Кондратюк был. Отец Арсений, архимандрит. Могутный человек. Я не знаю, там это... Полтора центра для него. Это даже не вес никакой. Я с ним был. Рядом был. И спали мы в соседних комнатах. Я увидел у него златоуста. Он говорит, это новое издание на русском языке. Как мне хотелось бы подержать в руках. И в это время в Вашингтоне Потапов Виктор подарил мне компьютер. Представьте, в одной руке компьютер, в другой златоуст. А по весу два нельзя. Только один можно брать. И я предпочел златоуста. А компьютер мы здесь можем найти. И все эти тома я довез. Чемодан держал на руках. И смотрел, как в океане огни горят. И думаю, упаду я. А со мной чемодан со златоустом. Может, я за него задержусь. Значит, отставить. Вернуться к тому, о чем я говорил. Не надо над головой. Проще. Просто когда батюшка там, он все сам знает как. Вопрос понятен? Помолитесь, чтобы вот этого нового введения у нас не было. Вот мне передают. У нас сестра тут была, Раиса Николаевна Блиникова. Она тоже уходила, считай, не в Андреевском. Не правильно этого? Туда, нет? В Андреевском. Нет, была? Где-то там была. И вот она пришла, дескать, плачет, просится принять ее. Так ли было? Да. Ну, как? А? Я с Таней разговаривала. Я с Таней разговаривала. Ну, с кем мы разговаривали-то? Батюшка, наверное, говорит. Люди видели. И при батюшке... Значит так, сестра эта нам очень хорошо известна. Она большую услугу делала мне. Пекла хлеб. Да благословит ее Господь. Но! Я выношу пока на ваше обозрение. Приходящих, которые были у нас и ушли, принимать только через карантин. Потому что они находились там, где к нам люди недружественные. И все это входило в их уши. И когда были у них какие-то причины, мы должны устранить эти причины, чтобы они снова не ушли. Или доказать, что этого нет, что в чем они нас обвиняли. Я сейчас никого не спрашиваю, ничего. Чтобы нам быть другими, не быть повинными в смерти людей, которые ушли. Они идут не к высшему. У них ничего там нет, они это понимают. Значит, она больная. Татьяна, вчера я видел ее, у нее уже получше, Капустина. Поставьте на учет. Татьяне кто заместитель? Нина, ты активная сестра. Заместитель. В общем-то, заняться. Сестра на особым учете должна стоять. Болеет. Довезти на машине в храм. Помочь в чем-то, чтобы ее нужды, я мог знать. Я просто не могу сидеть, кое-что не расслышу и прочее. А она не член общины. Не член. Мы поставим какой-то срок карантин. Писать заявление должна. Указать причину ухода, причину возвращения. Отныне будет только так. Потому что мы переигрываем, как с Ольгой Репиной, мы только теряем. И это полезно ей еще раз пройти. Ей не отказано приходить молиться. Она находится среди нас, под полное попечение заботы. Все взять как положено. Но не член общины. До времени назначен будет срок. И тогда будет рассмотрение. За ней численность вот тот. Она всегда дружила или была близко к тем, которые наши враги и потеряют киевизе. Это у ней большая беда была. Она с ними всегда зналась и кое-что, кажется, пересвистывала. Говорила. Я ее упрекал. Одно время сказала, что сидит в коридоре, тогда на собраниях не было. Чтобы этого не было. Я ничего не могу скрывать. Потому что я прошу у Бога, что сказать. В интернете выставлены наши беседы. Приезжал на 16 сентября престольный праздник в Потеряевке. Местный из московской патриархии епископ, Барнаульский Алтайский. Сергий. Иванников фамилия его. Он вышел из машины. Мы встретились. Он меня трижды поцеловал. Так как вы, Игнатий. Он меня еще не видел. И потом мы беседовали сколько с ним. Так вот какое дело. Перед тем, как снять отсюда Максима, он был в Потеряевке. Он все обошел. Видно, что он был напряженный. Он так и сказал до половины службы. Но когда увидел, что здесь все не наигранное, он какой-то как бы провокации ждал. Ну, мне так передали, если не так, прости Господи. И он расстался по-хорошему. И как они все говорят одно, тут многому можно научиться. По-хорошему. Если мы еретики, раскольники, а вы с нами служите, у вас всех под запрет. Это каноническое правило. Явно, что это все остальное там где-то. И когда я сказал об этом, то мне с другой епархии, я называю имена. Человек, который не захотел кое-что до конца договаривать. Священник с Томской епархии, Северсгород, отец Сергий Дудин. Очень хороший, ревностный священник. И говорит, кому-то на ухо сказал Максим, не сообщайтесь с ними. Дескать, они не наши. Я говорю, вы не можете, заранее сказал, назвать этого человека. Еще бы он шоптал. Когда батюшка спрашивал секретаря, тогда Филарета Архимандрита, или кто он здесь был. Он говорит, нет. Владыка Максим, говорит, очень доволен и очень, ну, просто лестно о вас отзывался. Другой секретарь, который Сергий Беляев, те же слова сказал. И вдруг на ухо кто-то кому-то сказал, я буду ставить это в упрек епископу Максиму. Да никогда. В моей памяти он остался улыбающийся, довольный, дружественный, благословляющий нас, нашу машину и наше миссионерство. На 14-й год. Вот в моей памяти он такой остался. А все остальное это закулисное. Нам не принадлежит право петлять за сатаной, как за зайцем. Что было открыто сказано, не позаглаза. Я слышал такое. Батюшка позвонил по телефону, не знаю, говорил нет. Он позвонил и местный вроде, ну да, он вышел, кажется, на Фесуна. Отец Сергий тоже, они все Сергий почему-то. Фесун. Он заведует катехизаторским отделом. Он говорит, ну и как этот епископ Сергий? Ой, говорит, он тут выступил. Он говорит, вот я видел веру, считаю неогненной верой. А вы как верите? И когда он выезжал, сидели мы на берегу на скамейке. Я говорю, Владыка, вы верите, что мы искренне говорим? А там все записано в интернете, сразу стоит. И они тоже выставили. Да нет. Я говорю, вы только нас не подминайте под себя. Этого делать не надо. Патриарх Алексей сказал, что многообразие проявляется развитие талантов и прочее. А мы об этом говорили. Он не сказал, где, а я не стал вникать. Мы говорили о вас. И решено, как будто бы без нас уже решено, что нужно вас оставить в том положении, как вы есть. То есть мы выполняем признание акта о каноническом общении. Они приезжают, он приехал, с ним священники, семинаристы. Ну все по-хорошему. И он только улыбался и улыбался. К кресту подходить, даст, поцеловал. Я подхожу, он трижды меня опять поцеловал. И сидели мы рядом, и беседовали. Он только улыбался. Ну, говорил я очень много и очень строго. Потому что, когда уже вернулись в экскурсии, батюшка снова пригласил их. Сели, ну тут уж совсем одни священники. Тут я остаток программы выложил. Ни грамма нигде, никто не возник. То ли это от него было предупреждение. В прошлый раз он взял одного, кажется, с Новоалтайки. А сейчас там другой какой-то, как грек, такой привлекательной наружности. А тут все противоречило рождению. Видно, что не понимают, о чем говорить. Здесь ни одного возражения нигде не было. Причин несколько. Во-первых, архиерей был. А второе, чего возражать-то? Когда я говорил слово в епархии, 1 час 10 минут непрерывно. Представьте. То секретарь Сергий Беляев сказал, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. Это секретарь епархии. Почему? Да слова-то и слово Божие. Так, Марина, ставку сделай. Что хотелось сказать? Я хотела спросить, какой срок? Какой срок, я не знаю. Я почему-то думаю, что не меньше трех месяцев. От трех и дальше будет видно по поведению. Этому человеку оказать особое внимание. Повторяю, особое. Особенно, если больная. Вот она, дорогая наша сестра. С одрением нет. Пойти дома, уборкой, чем заниматься. Все сделать по-божески. Чтобы никому не было стыдно и обидно. Слава Господу. Я уже это обдумал. Я сказал батюшке. Это когда пройдет время, если у нее будет желание. Пока просто разрешено. Больше чего ей надо? Но чтобы привезти, отвезти, узнайте шофера. Подойдите все. Попутно можно захватить и привезти. Я немножко сказал вам, как приезжал епископ Сергий. И они выставили материал. Материал, знаете как? До этого какие разговоры были? Да какой там это, от них Иларион отказался. Здесь ни слова нету. Мы были в общине Русской Православной Церкви за рубежом. Русская Православная Церковь за рубежом. На равных разговаривает. Это в епархии выставили. Епархиальная. Ну у них своя страница, они там работают. И 20 фотографий, это они, которые снимали. Ну их фотографии более четкие, чем наши. У них фотоаппарат побольше. Все было благословенно. Все было хорошо. И по сегодняшний день ни слова нигде нет. Мы обменялись телефонами с ним. И даже разговор от кого-то шел, я не знаю. Что может быть даже переговорил мы еще. Я надоедать не буду. Но вчера мне позвонили. От людей, которые близкие там, среди работников есть. И говорят, я могу ошибиться немного. Чуть ли не 25 октября. Отмечается 20-летие епархии Барнаульской. И будет около 15 архиереев. И будто бы Максим здесь будет. Это, конечно, по благословению патриарха Кирилла. Это все, ну ясно, такое тоже, что там будут власти от губернатора, от городоначальника. А Савин Сапель, как фамилия Игорь? Не знаю. Обязательно. Потому что президент с церковью, с православной все-таки больше общается. И что будет, не знаем. Но уже заранее мы услышали. Поэтому возьмите себе для памяти, на молитву. Вот брат говорил кто-то, откуда-то. Как-то молиться о ком. Ну а как, когда не знаешь, молиться? Если вы знаете. Брат сказал совершенно правильно. Через кого-то передает. Где-то мы молимся, как за весь мир. Всегда. Но определенно, когда мы желаем узнать. Вот мне близкий человек по интернету. Мы с ним не встречались. И говорит, у меня сын. И вот стал немного заикаться. Я узнал, как звать его. То есть он сам написал. Очень хороший человек. Помогает везде. Ну конечно. Помолитесь за... Маленький совсем. Звать его Макарий. Запомните. Макарий. Отрока. Что-то заикание стал. Говорит, заметил. Говорит, неделю назад начал заикаться. Испугался. Или еще чего-то. Тут мы определенно знаем. За упокой нигде мы не молимся за незнакомых. За время, когда меня здесь не было, я получил известие. Это брат, кажется, Севастьян мне позвонил. Был гуманитарный конвой в Украину, в Донецк, Луганск. И отсюда выехал туда с ними. Зачем он поехал? Я не знаю. Русаков Константин Владимирович. Он у меня был защитником, представителем на суде. Очень активный человек. Обновил дореволюционную газету «Жизнь Алтая». Он был на ГТРК. Там профсоюз образовал. Его там гнали как. Он коммунистов громил везде. И его убили там. Убили в перестрелке. Но он был по меркам православия самый настоящий православный. Бога не отрицал. Коммунистов очень не любил. Пил, курил. Ну, как православный. Ну, и там семью неладно, там разведен был. Ну, то есть настоящий православный. Но я сразу помолился. Для меня он очень много сделал. Господи, не вмини мне во грех эту молитву. Прости его. Если можно. То есть и себя надо обезопасить языком зря не молоть. Но человек, по совести, как вот, для меня был очень хороший. Не раз он был, кажется, потеряет. И здесь вот Иннокеню Ольгу, он у ней представителем был. Ты, может, знаешь даже его. Высокого роста такой. Да мы были судья. Он, кажется, закапит. На суде же были, видели. Да он у нас был. На суде же были. Он и сюда приходил. Мы сюда приходили. Его звать Константин. Видите, мы теряем людей. Ну, не от нас кое-что бывает где-то. Но мы должны быть благодарны всем, кто с нами общался. Потому что что-то доброе мы получили от них. Вот эти шторки. Я говорю, видите, она любая. Как я могу забыть? У меня решетка там над голубями, чтобы кошки не залезли. Она принесла. Она добрая-добрая. На себя не смиряла. У ней очень много было такого, что она где-то возникала. Ей обязательно враг сталкивал с кем-то, кто такого же характера. Вот одна же с ней столкнул. Я это свидетель. Я не вижу здесь некоторых... Сестра твоя где, Надежда Андреевна? На работе. На работе. Видите, я прохожу мимо и не мимо. Я останавливаюсь. У них однажды идет такой разговор. Они стоят. Я уже скажу, чтобы было о чем молиться-то. А у меня племянница. Племянница, она здесь была. Она племянница, это жена... Этого... Вадима. Вадима. И она... Какая причина, не нам... Там суды и прочее. Но она приняла другого. Который сидел за что-то там. Тоже не нашего ума дело. Но она венчана с Вадимом. Но вопрос снятый. Вадим не пьяница. Там он неправильно где-то играл в интернете, то другое. Вину можно выставить. Вина только одна при любодеянии. Он не изменял ее. Он говорит сам и мать и... Так. Ну, просто свидетельствуют люди. А это возьми да скажи. Ну и правильно сделала, что приняла другого. Ну, ты как так правильно так? А та на нее... Да-то как так? Я их обоих остановил там в прихожей. В храм не заходить. Пока не разберемся. Так. Ты говорила это? Говорила. Не заходи в храм, пока не спросишь прощения. Это я ей говорю. А та упрекся. Алла-то недолго думает. Прости, сестра. Я неправильно сказала. Но она может подтвердить. Сидеть здесь. Я не за глаза это говорю-то. А та уперлась никак. Я говорю, теперь ты выйди. Пока не простишь, не заходи. Я сразу двух врагов наживаю. Или двух друзей. Я бы мог молчать, не говорить. Но все это временно. Все кончится ничем. Я люблю Бога моего. Я вот так люблю моего Христа, что я не могу вопреки нигде сказать. Глянула, Люба сидит рядом. Попутно о ней скажу. В лагере была. Вы знаете, она работала-то врач. С красным дипломом, как и дочка ее с красным дипломом. Это значит неплохой врач. Ей один раз я доверил, она весь лагерь зеленкой перекрасила. Каждый укус комара зеленкой. Я кое-как ее оттащил от этого. И она молчит. Работала в органах МВД. Она все время как застернутая в китере на все пуговицы. Я повторю, как она звонит. Говорит, потерю любовь. Николаевна. Я тут же сразу на ее тон. Слушает Лапкина Игнатий Тихонович. От нее слова не вышибешь. Но вдруг, нынче она была в лагере, осталась. Вы бы знали, как мы с ней сошлись. Она неумолкающая вещь, как ласточка перед отлетом. Она подает и переходит, как говорится, на полусогулок. Их одно даст другое. Третье. Столько с ней было бесед, разговоров. Это абсолютно другой человек. А было такое, что подозревали ее. Верь открывать перед дверью стоит. Чего ты стоишь перед дверью? В лагере. Ничего нет этого. Осталось одно. Доброе, хорошее. Все время советовала. Все с молитвой. Я благодарен Богу, что Любовь Николаевна была. Она готовила для кошек, для собак и для нас, конечно. Что бы ты себя не забрала. Все. И советы, как минута какая, а она читает. Помолиться попрошу о ней. У нее очень серьезное положение со сном. Я сказал, в занятиях, стой, стой. А кому я сказал-то? Православная. А православная, что у меня делать? Стоя спать. И она стоит. И вот так вот. Я думаю, это не... Я тогда посадил рядом человека и говорю, ты смотри за ней, маленько-то ее двигай, когда она... А это не... Он только толкнет маленько, она опять упала. Кто спит, возьмите пример. Это не просто так. Это, я полагаю, что подсажен кем-то демон сна. Я говорю, ты... Это демоническое написано. Дьявол идет в храме и бросает... Цветы. Цветы. И на кого цветок прилепит, с Макарей, говорит, тот сразу засыпает. У него букет, он цветы любит, оказывается. Кришна или там Будда в лотосе сидит. Белая лилия. Так что помолитесь об этом и о всех, которые у нас любят спать. Есть моменты, когда действительно устало. Я сказал, ночью тогда не вставай на молитву перед тем, как идти на занятия. У нас дети днем не спят, которые уже взрослые. Но идти перед храмом обязаны лечь. Мы вернулись. Не доделав работу из-за поломки машины, вы знаете. Нам нужна очень большая помощь. Непрерывное, постоянное памятование. Мы оставили книг, которые отослали больше, чем на 2 миллиона. Эти книги жду. Теперь 100 экземпляров. 100-110. Я сказал, 10 библиотек и кто развозит. Мы брали 25 на неделю. Один экземпляр 20 тысяч денег стоит тому, кто развозит. Нашелся один. И его уже засекли попы. И тоже его сейчас начинают воздать. Если бы у нас была другая обстановка, у нас храм надо бы расширять раза в 4. Вот у меня столько людей просятся. Бомбят буквально. Я говорю, больше даже не звони. Выходи там в мейл.ру или в скайп где-то. Я так хочу приехать к вам. Я столько слышал. Но человек одинокий. Священник там его просят. Священники. Чтобы он был. И вдруг узнает. На Украине узнает, что он с Игнатьем знакомит. Он, наверное, выщеркнул. Ты с кем знаешься? На Украине. В Донецке там где-то. Здесь в епархии. Я отсылаю туда. Он идет. Я говорю, иди. Вот Дмитрий Ростовского там занятий. Нет, я хочу к вам. Он замучил. Евгения звать. Если бы у нас же двери были открыты просто для всех-то. Это люди, которые пришли. Сейчас вот целая семья из Новосибирска просится. Но у него нет денег на постройку. Но переехать, он был с удовольствием. Уже готовый член. Я получаю и через интернет известия. Перехожу на ваши ролики. Я читаю книги. Я отошел там от баптистов. Ну, готовый человек. Но они здесь. И принять мы не можем. Потому что определенные правила. У нас некоторые были уже у нас. Мы разрешили приходить. Помните, Андрей был, Марков. От старобрясов. Он несколько лет был. Писал заявление. Мы его так и не приняли. И вернули, кажется, сопроводительную записку местному священнику думному отцу Николе. И, наконец, он там опять осел. И теперь у них. Мы не тянем к себе. У нас запрещено к себе звать. Мы не можем увеличиться. Если я уж рядом, слышал, я уверовал. Через вас я ничего другого не знаю. Это вопрос другой. Мы разрешаем один раз прийти. У меня были здесь представители администрации. Приходили с бородами. Но они одно правило не выдержали. В воскресенье не были. Ты мог сходить в храм любой московской патриархии. Или куда-то. А я нигде не был. Замечания. Два-три замечания. По-новому надо знакомиться. И мы потеряли этих людей. Мы сколько молодежи есть из-за бороды. Из-за бороды. Они соглашенными стоят. Мы могли бы не разговаривать об этом. Ну как в других храмах-то. Везде все открыто. У нас правила, которые потребуются на суде Божьем. Так, нет спать. Запрещено. На собрании спать. Детский лагерь нынче потерял почти всех детей. Телефонов я дал пять. Алтайская правда взяла, напечатала. Я с редактором встретился. Свободный курс, там экспресс. Все. Все мертвые. Татьяна уехала, а меня нету. Телефон мой сгорел. Отвечать нигде не могу. Да и нельзя было дорогой отвечать. И все глухнет. А потом только почему вы не отвечали. Мы так хотели ребенка послать. Почему не отвечал. Все телефоны оказались мертвые. То есть, ну так получилось. И нынче у нас, от которой люди только были свои. У нас девочка была, где-то ее нету, Ксюша. Одна. Вон там она. Вон там она. Ну-ка подойди сюда. Ксюша ест там. Ну-ка покажи ее. На улице побежали. Ну ладно. На улице гуляли. Значит, помолиться надо, чтобы Господь дал работников и начали работать там, за Москвой, Калуга, где книги. Потому что книги сейчас уже нашли людей. Уже второй нашелся. Я все книги перевожу сюда. Я работаю где-то там, за этой стороны Москвы. И здесь он начинает работать. У меня на примете 200 библиотек. Мы не разрешили. Только что поступил сейчас запрос. Мы перевозим книги все в Оренбург. Не можем разрешить. Они назначены за Москву. А сюда еще один замес и книги кончаются. Книг вообще нет. Все, кончится, если там пойдет. Помолиться, чтобы Бог дал работников. Нынче мы, наши люди, потеряли киноблаговесие, съездили. Я, Виктор, если ошибусь, поправлю. Четыре, кажется, деревни. Пять, наверное, получается. Пять? Корчено, Урывки, Катниково, Подстепная, Буканка. Пять? Значит, пять. Я ни разу не поехал. Я сижу на пульте дома. Жду, встречаю. Я очень люблю встречать гостей, когда уезжают. Все полностью передаю. Мне иногда говорят, а почему вы не проповедуете? Почему вы то не делаете? Я молчал. Но сегодня я прощался, когда уезжал. Бог его знает. Мой возраст такой. Я скажу, Ката у меня подвинула... Ох, только сейчас было. А где Галя? Я чуть руку не протянул. Галя, забираю. Где? Ну, конечно, можно. Иди-ка сюда. Вот, ладно, можете садиться. Ты помнишь, как-то пришла с Сашей, в дверях у меня стояли, и ты мне выговорила. Вот вы все взяли на себя, все делаете. И вы нам ничего не оставляете. Еще случай с вами, где все это будет? Ты сказала и забыла. Я сразу ревизию такую навел. Отошел одного от другого, от третьего. На проповедь сразу перестал выходить. Выхожу только там, где я один. В Москве, там, в Лиссабоне, в Риме, там где-то. Поняла? Вы, наверное, меня перепутали с Дмухой и Надей. Нет, нет, ты, голубушка, была с Сашей, стояли у дверей. У дверей. Ты сказала, все, взяли. Отдайте, чтобы молодежь подрастала, и они при вас под контролем могли знать. Ты сказала, твои слова я вот сюда заложил и приступил к ревизии в этот же день. Благодарю. Я не перепутал. Я как-то... Вот, брат Севастьян сидит, мне понравился его ответ. Я был у прокурора края, он, кажется, генерал-лейтенант был, да? Вот. Я говорю, поговорили, а он, наверное, забудет. А он мне отвечает, он, ничего не забывает. Мне очень это понравилось. Ничего не забывает. В данном случае я просто вижу, как вы стояли. Ты стояла маленько поближе, Саша к рукамойнику, тогда подальше, эта картина перед глазами. Я понял, наступил момент, я все время прошу расслышать голос Духа Святого. Ты не сама это сказала. Я начал то, другое, третье, от всего абсолютно восемь пунктов, чем я занимался, я отошел. Я не знаю даже, как СМС послать. Вот слово сказать, смотрите, попутное, там все попутно. Вот я возвращаюсь, ближе у меня тут денег-то мало. Я вечером заметил, телефон позвонил, там, ну, такая система отвечает. Почему-то отвечает женский голос, очень похож на нену Александра Желнирова, как будто-то она там сидит. Ну, голос прямо, попробуйте когда-то. На завтра смотрю, опять денег меньше, а я не звоню. А дорога, телефон был сгоревший. Это кто не знает, вот когда включен у вас на зарядку телефон, и в это время включаете машину, может перегореть. В это время может пробивать, имейте в виду, это вот эта беда насигла. Когда телефон у тебя в машине на зарядке, а ты вот, когда машину остановил, а не выдернул телефон, он включен, а ты начал заводить. Там идет пробивка и долой. Причина выявлена. Я пошел к Лене Барабаш, и она нашла какой-то там ящик, лично мой какой, и оказалось, ко мне подсоединили, там, какую-то услугу делают. Услуга какой-то там, что-то, сюрприз орудита, ну, сюрприз не преподнесли. Она все это сделала, написала, и они сняли. Но за это время они с меня сняли тысячу пятьдесят рублей. Тысячу пятьдесят. Я сразу же говорю, Лена, пиши письмо. Немедленно верните деньги. Я ничем не пользовался от вас, иначе я вынужден буду искать эти деньги. Не стал говорить ни про суд, ничего. А мне засмеялись, и говорят, они никогда ничего не возвращают. Это пустое дело-то. Проходит дня четыре, 900 рублей они мне скинули, но 150 зажилили. Я опять давай звонить брату Селастьяну, и другим, стоит присудиться. За 150 рублей-то? Нет. Все сказали, не надо. Ну, не надо. Я пошел к батюшке, последнее слово. Он говорит, да бросай ты, 150. Надо эти деньги. Дело в том, что когда я уезжал, года три назад, наверное, четыре, приезжаю на телефоне, заплаченную за год вперед, прихожу, денег нет на телефоне. А куда? А вам услугу оказывала эта телефонная там какая-то организация? Мне? Нет. Начальника. Начальницы нету. Наконец она явилась там какая-то, Валентина Ивановна. Вот так. Ну, вы же разговаривали в этот день? А я веду запись, дневник, я посмотрел. Да, в этот день я разговаривал. О чем я разговаривал? Решила о детском лагере. Я вам информацию давал. Оно не вы мне. Ну, у нас бывают старые люди, они не знают, чем заняться, и мы их утешаем. Я говорю, я сам утешаю любого до президента. Меня утешать не надо. Ну, знаете, вот то другое. Я говорю, возвращайте или нет? Только один вопрос. Да или нет? Нет. Все. Я сразу сел, отпечатал на бланке два заявления в прокуратуру и вот вот МВД, край-то. И скажи, ты оба приняли заявление, и оба начали... Она буквально через день, когда ей пришел туда запрос, она мгновенно деньги вернула мне. И звонит, сама звонит. А до этого никак нельзя было до нее добраться-то. Она обложилась со своими секретарями-то. Но дальше уже от меня не зависело. Их начали сильно проверять. И мне поступил ответ, кажется, из прокуратуры. Эта организация закрыта, с регистрации снята. Я брата спросил, это для них ущерб. Это очень большой ущерб. Тем более они на учете с нехорошей биографией могут вторичнее не открыть. Так, все вернули до копейки. Но там без обмана было. Так что стучать надо. У нас потеряются 220. Но надо 380 вольт энергии-то. И все молчат. Ну а кому надо? Ну где работает? Ну, видимо, на сварку или что там? Где требуется-то? И стучал только один. Игорь Барабаш. Ну стучал совершенно безнадежно. Я уже говорил. Но последний раз они приехали. Стоят около храма. Я подошел. Поздоровался. Попятился. И вдруг, ни слова не говоря, привозят 22 бетонных столба. Огромных, высоких. Вот такая вот бухта провода в четыре, трехжильная она, на одной которой там висят. И все уже провели за неделю. Мы все это засняли. Аллилуйя. Представьте, и они тянули по той стороне, и как они в обмот наших деревьев провели. И к Игорю 380. А от него теперь там Глушков, кажется, берет. Кому надо? Игорь говорит, не ожидал ничего вообще. Ни привета, ни привета никогда не было. И вдруг поверил с надеждой и сверхнадеждой. Игорь Барабаш дал еще один пример нам, что никогда не надо опускать руки и надо стучать. Вы знаете, ситуация на Украине. Будто маленько легче, там бомбят, кто кого, нам нигде не надо вмешиваться. Нам нужно молиться, чтобы Господь умягчил все сердца. Мы все дети Отца Небесного. Тем более у нас в Донецке Елена Башкова. И она не знает, где как спасти. Так женский монастырь туда забилось. Теперь постигаю азы, говорит, монашество там. Учлюсь в дисциплине. Монастырь. В Донецке. Там многие-многие погибли. Находят захоронение. Сейчас нашли опять захоронение, где захватили только 400 человек. Со связанными руками. Это русских выводили. Так или не так, мы не знаем. Откуда мы знаем, когда информация однобокая? Мы же украинскую прессу не слушаем. Это я только в год сделал сегодня. Главное, это люди, которые у нас отходят, они не были на занятиях, не были на благовестии. Запомните это. Вы не принимали этим людям, как бы я говорю, участия в этом? Они, допустим, она не может сама, хотя бы подошла. Братья, а вы идете сегодня по городу с благовестием? А вы идете? Ведь вы не забывайте, мы прошли там, где на Гагаре-то не ступало. Мы прошли от Тихого до Атлантического океана. Абсолютно точно. Мы видели Атлантический океан, Лиссабон, Португалия, Владивостоке, порт Находка. И мы ехали с великими дарами. И нас Бог обильно благословил. И все это сохранилось в роликах, как я в Лиссабоне говорю проповедь. В Грузии, где-то были в Москве, около храма Христа Спасителя, Берсиневский, 4 проповеди говорил. По просьбе тамошних священников. Я нигде не напрашивался. Могу сказать только, было искушение в одном месте. Я говорил проповедь и упомянул про евреев. И упомянул в самом положительном смысле. Никогда не ругайте, не проклинайте евреев. Вы можете только благословлять детей Аврааму. На завтра священник сказал, говорите еще проповедь. И вдруг я вышел, готовлюсь к проповеди. Выходит по одной из его служащих, женщина подошла и говорит. А батюшка сказал, чтобы вы про евреев не упоминали. Я говорю, послушай. Я говорю, как? Тебе звать-то как? Ирина, Ирина, ты с кем разговариваешь? Ты прям с головой мне под язык залезла. Это еще никому не удавалось. Ни КГБ, ни патриархии. Да я скажу-то не от себя. Я хожу, молюсь. Вот видите, какой крест огромный. Я перед ним падаю, прошу у Бога, чтобы он мне положил слова. А ты в это время лезешь, мне говорил. Иди передай батюшке. Она заулыбалась, как будто моя сторонница. Улыбнулась кротко, нежно и побежала. Ну все, думаю. Я тогда стою уже в храме. И вдруг, среди богослужения, подходят служащие оттуда. Так, пойдемте. Меня увел в другой там их три престола, где переодевайтесь в стихах. Батюшка благословил, говорит проповедь. Все, свобода полная. Когда мы были тогда у Максима, запретили снимать-то. Я ушел. На завтра они сами все снимали. Был епископ Сергий, он нигде, у нас два видео снимали, фотоаппаратов пять, он хотя бы одно слово сказал. Свобода завоевана. И они сами все снимают. Так что мы с Владыкой Сергием договорились так. Давайте, Владыка, я говорю, есть такое слово, абордаж. Я баряком был. Судно, которое берут, крюками подтаскивают и дальше тащат его. Берите меня на абордаж, а я варс. Будем молиться. Я каждый день молюсь за вас. И он согласился. Согласился. И очень искренне. И я понял, что с охотой. Я прошу помочь в молитве о нем, чтобы Бог ему дал мудрости, крепости, чтобы злодеев, которые не склоняются под ноги, Бог убрал, чтобы он начал здесь преображать, чтобы всюду была проповедь. И вдруг стал приезжать священник второй раз. Который хвалился, который хвалился, что сжег наши книги Евангелие. А теперь по повелению, видимо, архиерея, он приезжает и стоит рядом и служит у нас в алтаре. И благословляется. Вот как Бог делает. Завиаловский. Это Александр Гребенюк и Оля, сестра моя. Его звать отец Александр. Фамилия? Гребенюк. И после того, как он приезжал на День деревни, ну там не только он был, он посмотрел концерт, и ему очень все это понравилось. И подошел ко мне Виктор и говорит, приезжайте с гитарой. Я говорю, батюшка, наверное, мотоцикли с гитарой я не смогу, вы там сами найдите. Я приезжаю туда, а у них там были мощи Матроны, ну вы знаете, что провозят по райцентру. Он говорит, я не готов к воскресной школе. Я говорю, да-ка давайте толкование, как раз чтение о Самарянке было. И толкование Блаженного Фефелакта Оля взяла первый том. Ну и я читаю, комментирую, провожу, как занятие целый час. А потом песнопение, пожалуйста. И так встретили они очень тепло. Вот какое Господь расположение сделал. А до этого говорил, вот к нам приезжают люди там с бородами, с поясами, так как американский, чуть ли не шпион, еще что-то такое городил он. Мои книги вылавлил, то у кого книги есть, сдай, иначе прищищать не буду. То есть буйствовал просто, хвалился, что тепло в храме, что сжег книги. И а теперь вообще ни одного слова нет и приезжает с архиереями. Поэтому крест ставить ни на ком не надо. Мы православные христиане, нам надо быть очень мирными. Чтобы люди чувствовали, мы дети единого вечного Бога. Мы нынче много времени потратили, пилили клем. На сколько? На четырех, наверное, территориях. В лагере. Даже в одном месте грохнули дерево большое. И у дьякона ограду сломали. Ну, мы часа через два выправили все. Ну, не могли, тянули, не могли повалить, а ветер дул в ту сторону и прям на ограду. Ну, по-другому никак. Последний день перед отъездом мы пилили с Ваней, с роботом. Вы не поверите, в ручной пилу, ну, деревья-то такие вот, но это клем, бывает больше. Мы более 50 с ним завалили за один день. Как будто бы в руках была какая-то пила механическая, бензопила. С Ваней, он оставил такую память добрую. Это настоящий работник. Надо, чтобы в духовном плане так же дети росли. Ну, он меня упарил. Я как будто там спотею, до вечера не могу. Сердце прям казалось, а наоборот еще крепче сердце стало. Виду-то ему не даю, иначе он расслабнет. Так, теперь о болезнях немного. Многие говорят о больках Александра Ивановна там. Это нормально. Мы молимся, пусть она тоже помолится, поблагодарит Бога, что мы живые вернулись. Молимся. Просьба к вам. Помолитесь, когда батюшка будет там, чтобы он имел искреннюю духовную беседу с отцом Сергием Козловым, который парализованный 12 лет. Они туда едут, он спрашивает, пока те потерялись с отцом Иоанном Суворовым, я не знаю, где он наш батюшка. Я ему телефон выдал, я сказал, Сергей, звони сам. Сергей это хорошо знает. Это великое благо болеть. Это Серафима Саровского. И надо научиться болеть. Я на потерявке был еще, и глупость, да глупость сделал. А какую? А то подкололся. И режет язык. Задеть нельзя, дашь и зуб, ну, щеху. Бился-бился, никак. Пошел к Игорю Барабашу, напильник обыкновенный, водой фокропили. Он напильником залез в рот. Давай пилить меня. Не получилось никак. Пришлось ехать к врачу, к Белову. Это у племянника жена. Очень хорошая там долина. Пассатижей, что ли, не было у вас? А? Пассатижей не было или кусачек? А зачем? Вы выдернули бы это. У меня ни один корешок не выдернут. В этом память, в корешках память. Не забывайте, это уже доказано. А пилить можно? А? Пилить можно? Пилить, ну, чтобы не было острова. Меня вот везли, она там поширкала. Я был в бане. Вернулся, попарился. Мед. А горячей воды нет. И я с холодной. Пол-литровую кружку, да еще половина. Как меня захватило. Это все смело. Я на картошке там грелся. Тимодиану накрылся. Все говорят, ой, вы так похожи на раввина юрейского. Берлина Солженицына. По глупости. Но ничего больше не стал делать. Ничего. Только молился. И через неделю все стало уходить, все ушло. Здесь вылечилось. Это все ушло. И никого мы не подвели болезни. Так что лишний раз старайтесь не стонать. Как в мире говорят, рассеете положительную энергетику. Я достойен этого. И слишком много мне Бог дал. Вот и все. Ко мне вопросы. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вот так. Давай. Я буду звонить нашим девочкам, которые ушли, Галинам. Что им передать? Передать, чтобы пришли, простились по-хорошему. Мы поблагодарить их хотим. Это очень интересные люди были у нас. И мы им еще раз расскажем их свидетельства, когда они себе говорили, как пришли, как принимали крещение. И они должны высказать хотя бы, чем они недовольны были или как-то. Ну так не делается, что хлопнул в дверь и ушел. Это непорядочно. Слишком много было хорошего. И они получили здесь чрезвычайно много. И они обе это говорят. Обе-обе говорят на видео. Кто как обратился. Когда было, рассказывали. Передать, что мы их любим и ждем, чтобы они пришли, простились по-человечески. Нормально. А как нормально? Скажите, как у нас был Муравлев, Игорь? Он уходил. Пришел, я столько получил. Я так благодарю. Но я ухожу, то другое. Ну он ушел в мир. Он миллионером стал, Аргаш. Уехал в Владивосток. И теперь громадная сетью магазинов заведует. Так, передали. Так, Сергей. Еще Василий у нас долгое время не ходил в храм. Тоже, может быть, какой-то... Не слышал. А почему не ходил? Два месяца. Два месяца не ходил. Василий! Он не слышал. Больше двух месяцев. Да прям. Ну кто там поближе спросил? Где ты был два месяца? Больше двух. А? Ну ты говори. Не ходил. Не ходил и все. Не ходил и все. Не ходил и все. Дома и все. Не бывает. Значит, никуда не уходи, напиши объяснительную. Если лежал в больнице, надо было сообщить, тебя посетили бы. Если тебя пленили где-то в Мусульманской республике, ты отрабатывал там пас свиней, напиши. А так у нас не положено. Просто не положено у нас и все. Я один раз не был на богослужении за 15 лет. И утром написал объяснительную. Начинается дождь. Мы приехали на один день, нужно срочно было выкопать картошку. И я написал объяснительную. Какая разница, ты или я. Мы все одни под законом ходим. Ты, Вася, понял? Сделай как положено. Мы никого не держим и не вербуем и не затягиваем. Нам это противопоказано. У нас слишком много открытого, хорошего. Если этот человек не оценил, это его беда, не наша. Который уходит, мы говорим, скажите, что у нас не такое, что тебя отталкивает, и ты нашел там. Вася, когда ушел, говорит, конечно, это не наша община. Ничего этого там нет. Он уже ушел, а продолжает так говорить. А баба нынче сильно хотела, чтобы он пришел. Надежда Васильевна жила. Она говорит, ну как женщины? У нас, мы живем здесь. Мы были нынче там, батюшка как игумен. Мы четверо, Виктор Николаевич, Володя, Сергей и я. На подхвате. Мы столько нынче там сделали. Назад обернемся. Не знаю. Вы помните, когда мудрости не хватает, допросит у Бога, дающего просто без упреков. Ну скажи, тебе надо, кому не надо мудрости? А о чем бы ты стал просить? Да экзамены сдать. Или кого? Или как? Соломон просил мудрости, чтобы выйти перед народом говорить и не дураком вернуться обратно. Чтобы тебя не осмеял кто-нибудь выходить и уходить от народа. И Бог дал мудрости. Василий, садись. Перед вами Володя. И он просил у Бога талант. И какой, я думаю, это непростой талант у него. Его самый востребованный потеряющий человек. Как говорится, затычка на все бочки. И вы знаете, какой он просил у Бога талант? Нет. Ну, руководить, быть губернатором, там, советником у президента. Он просил, Господи, дай мне талант хорошо колоть чурки. А что смеетесь-то? Без тепла никто не живет. Вы не знаете, как он колет? Нет. Это только мой отец мог так колоть. Это тоже был профессиональный кольщик. У него только топор мелькает. Любая там суковатая, завинчанная чурка. И для него нету. Он ее долбит непрерывно. Только топор, этот, колун. Колун только мелькает у него. И вон в другие деревни. Здесь он на Валтайке. Куда только не звали. Что-то где-то случилось у батюшки. Перекрыть крышу, Володя там. Пасти в деревне некому, Володя там. Он абсолютно везде. Где же все не было. Уж я не говорю по лагерю. Люба уехала, Володя сразу запуханный стол. К плите. Фартук надел и колпак на голову. Нет дела, за которое бы не брался. А кто такой он, Володя-то? Это у нас как там шарик есть. И котик оба подкидешь. Я говорю, а ты над ними друг их подкидешь. Что же пришел ниоткуда неизвестный? И те самые любимые сделали, и он такой же. Вот как Бог делает. Поэтому он не захватил выше, а дай мне талант. И что-то петь там, как коруза или еще. Ничего этого не просил. Ни шаляпином быть неподдубным. Я же выпросил этого Бога талант для свидетельств, чтобы можно было потом проповедовать. Вот для чего. Вот об этом помолитесь. Видите, чего он еще просит? И он ревнует, и где-то с кем не встречался, старается рассказать о Господе Иисусе Христе. Не надо брать выше, положим. Мы просили вернуться домой. Нас Господь испытал. Мы могли потерять машину, потерять груз. Но мы здоровые все приехали. Я не вижу Николая Кручина. В деревне они. В деревне. Помолитесь. Без Николая Кручины поездка бы не состоялась. Закрывает сезон нынче. Я бы туда вообще не поехал. И нынче я больше дальше не еду. Надо составить, может быть, новую на лето команду. Может быть, новая машина другая. Не знаю как-то. Или там книги лежат, там не востребят. Лежат. Просят перевезти, я не разрешаю. Хозяева терпят. То есть у нас очень большой еще впереди путь. Но как Бог даст. Ничего, если нет, у меня простите. У Свиней Павловича еще вопрос. Давай. Еще мы по вторникам у Татьяны собираемся в 7 часов вечера на занятия. А потом? Нет, это поздно. А потом я кого надо развезу. Нет, а после Татьяны у кого? Один раз в неделю пока. Я сегодня не разобрал. У Ольги Таворовны что, собираться можно? Можно. Забивайся до конца. Там нужно порядок. Как только будет 30 человек, 31, тогда я приду. А где к библиотеке? Библиотека Льва Толстого, 32 по-моему. Нет. Или 20. Ленина Толстого, старый базар. 20, 20. 20 по-моему. Льва Толстого, 20. Во дворе. Во дворе там зеленые ворота на втором этаже. Первый подъезд. В темноте бабушки не пойдут. Так, кто позвонит, пригласит? Лубайкова Галина Ивановна Васильевна Галина Ивановна. Кто? Еще одно. Чтобы человек 2 было. Надежда Александровна. Изъяснитесь им нашей любви и просим прийти, проститься. Мы желаем поблагодарить их. А они нам выскажут наши недостатки, чтобы мы были другими. По-человечески. Мы готовимся на суд Божий. С этой позиции надо все рассматривать. А не так, что мы хорошие, а они плохие. Все наоборот. Еще нет больше? Достойно есть. Там она была. Так, оставайтесь на занятия, просьба. И тут еще будут вопросы. Достойно есть всякого истину, Блажите Тя Богородицу, Пресновлаженную и пренепоручную, И Батерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафин, Безыстрения Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, молим Тебя, Господом нашим Иисусом Христом, Спасителем нашим. Благодарим Тебя, Господи, за этот чудесный день, за это братское общение. Если в чем согрешили мы, Господи, прости нас, грешных. Прибудь с нами до конца. Научи нас быть верными Тебе, верными сынами и дочерями. Научи возрастать от веры к вере. Благослови путешествующего, протерея Кима, пошли ангела мирного хранителя, возврати его в мире и в здравии душевном и телесном. Господи, дай нам ревности в изучении Слова Твоего, Святого, Господи. Научи пребывать в страхе Твоем, Господнем. Тебе славу веселаем Отцу и Сыне, Святому Духу, ныне, всегда и вовеки, веков. Аминь.